Привет всем! Сегодня у меня будет совсем небольшая распаковочка из двух посылок. Первая посылочка у меня с Алиэкспресс. И это, кстати, единственная посылка, которая ко мне приехала с Алиэкспресс за последние две недели. Отвратительно идут товары. Месяц была доставка. Вот в такую стоимость мне обошлись товары. Здесь у меня номер 06. Лак для стемпинга от ZJ. Это у нас бледный розовый цвет. Протестируем его с вами сегодня. Также от ZJ. Вот такая большая пластина XXL. Называется ZJ Plus номер 034. Здесь у нас разнообразные текстуры, разводы. Тоже ее с вами протестируем. И также я заказывала три набора стразов. Но продавец мне прислал четыре набора. Положил два одинаковых. Вот эти вот стразики на сайте продавца выглядели как золотые. В результате тут что-то странное. И не золотой цвет, но и не АБ. Шесть размеров. Количество по-моему 1440 штук. Также заказала себе голубые. И вот такие серебряные. Гематитовые. Давайте их вскроем и посмотрим на них поближе. Вот такие серебряные стразики. Самый маленький соответствует размеру SS3. А самый большой SS16. Это те стразики, которые я приняла за золотые. Посмотрите, у них такой интересный отлив. Подложка серебряная. А блеск... Ну, в принципе, очень похоже на золото, хоть и не золото. Это я вам показываю самый большой размер. И последние голубые стразики. Такой глубокий, насыщенный голубой цвет. Также самый большой размер. Эти стразики должны быть стеклянные. Если вы не знаете, как это проверить, сейчас я вам покажу. Со стеклом ничего при нагревании не происходит. Остается страз абсолютно целым и таким же блестящим. Для сравнения покажу вам пластиковый страз. Как должен повести себя он при нагревании. Надеюсь, эта информация будет кому-то полезной. Ух ты! Впервые вижу двойную пленку, двойную защиту на пластине. И ничего не взялось. Вторая попытка. И тоже плохая. Поменяла штампик. И попытка номер три. Вот здесь уже отлично. Все-таки на моем двустороннем штампе уже слишком изношенная подушечка, которая не справляется с каждой пластиной. А вот на этом штампике подушечка такая же липкая, мягкая, силиконовая. И он работает отлично. Пластина хорошая. На этом листике у меня отпечатаны все краски ZJ, которые у меня уже есть к данному моменту. Кроме этих последних двух, это у нас Николь Дарри и Пик Тью. И вот сюда же я эту шестую краску тоже отпечатала. Она, конечно, не розовая. Скорее, какая-то такая светло-алая. Зато отлично читается на черном фоне. И вторая моя посылочка из России. Здесь мне прислали на обзор три вида духов с сайта Parfum de Paris. Эта компания воспроизводит французские духи с точностью до 99%. Повторяет ароматы оригинальных французских духов только в своих брендированных флаконах. Поэтому нам не приходится переплачивать за упаковку, за тару. При этом производитель заявляет, что ингредиенты для создания этих ароматов закупаются также во Франции. На сайте можно выбрать объем, который вам интересен. Вот здесь у меня стекло. Это по 50 мл флакончики. А это 30 мл. Пластиковый распылитель. Ароматы мне прислали. Вот это у нас от Miss Dior Blooming Bugay или как-то так. Не знаю, как правильно произносится по-английски. Но название по-русски читается как цветущий букет. Еще один аромат. Это уже Gucci Rush. Вот этот единственный аромат, который я пробовала в оригинале. И мы его с вами сегодня сравним. И еще один это Moon Sparkly. Тоже эти духи я никогда не пробовала. Впервые буду тестировать такой аромат. К продукции прилагается декларация о соответствии. Ну или сертификат, другими словами. Здесь мы можем найти информацию о том, где конкретно производится эта продукция. Где у нас здесь? Вот Запорожская область, Украина, город Запорожье. А сама компания находится в России, в Белгороде. И оттуда же идут посылки. Соответствует требованиям о безопасности продукция. То есть является она гипоаллергенной. Какие еще у нас здесь полезные данные? Срок годности 18 месяцев. Декларация действительно по 24 год. Все печати, подписи. То есть это вполне качественная, безопасная продукция. И вот это вот оригинальные духи. Единственный аромат, который я могу сравнить. Гуччи Раш. Вот такая вот большая коробка. Лет 10 у меня уже пустая валяется. Чудом не выкинула. Прошу обратить внимание, что это опять же это не духи. Оригинальная продукция это тоже туалетная вода. То есть содержание эфирных масел до 15%. Объем 75 миллилитров. Лет 10 назад я уже за этот объем отдавала рублей 800 или 1000. Где-то около этого. Такая вот оригинальная коробка. По поводу запаха. На 100% вот этот вот аромат от ПД Пари воспроизводит оригинальный Гуччи Раш. Вторые два аромата мне сравнивать не с чем. Могу только сказать о их стойкости. На коже запах держится до 12 часов. Ну то есть с утра до вечера. А на одежде до двух суток. Также об их стоимости. Флакон стеклянный на 50 миллилитров на сайте стоит 1090 рублей. А 30 миллилитров 490 рублей. Это значительно дешевле, чем цены сейчас на туалетные воды. Ну каких-нибудь известных марок в магазинах. Недавно я пробежалась, специально поинтересовалась. Даже неизвестные мне марки, которые не на слуху, дешевле чем 2,5 за 50 миллилитров не стоят. Для удобства на сайте показаны оригинальные флаконы. И под ними еще описание этих ароматов. Также если вам ни один из запахов не знаком, вы можете проконсультироваться с оператором. Он вас сориентирует уже примерно по вашим предпочтениям. Для этого нужно оставить свой номер телефона и дождаться звонка оператора. Доставка осуществляется с помощью Почты России. Кстати, как наложенным платежом, так и со стопроцентной предоплатой. Или же в пункты выдачи Боксбери. И меня просили особенно акцентировать внимание на том, что эту продукцию можно купить только на сайте. Нигде она ни в каких магазинах больше не продается. Если вы заинтересовались этой продукцией, то переходите в описание. Я приложу ссылки как для России, так и для Украины. Как на флаконы по 50 миллилитров, так и на флакончики маленькие по 30 миллилитров. Также приложу свой промокод личный, по которому вы на все продукты с сайта PDPARI до 30 апреля получите скидку в 10%. И в заключение видео я приложу вам ролик с подробным описанием, как я делала себе вот этот вот маникюрчик. Обратите внимание на кончик. Причину этих отслойок вы узнаете из видео. Кому интересно, оставайтесь со мной. Вот этот маникюр мы с вами сегодня переделаем. Маникюру где-то 2,5 недели. Спиливаю материал с зеленой керамической фрезой формы бочонок на 35 тысячах оборотов. Моя задача на этом этапе снять как можно больше материала, особенно с кончика, потому что буду делать выкладной френч и на свободном крае мне совсем не нужна толщина. Вот так я ее удаляю. То же самое проделываю на всех остальных ногтях. На фрезу не давлю. Плавно, потихонечку, слой за слоем спиливаю остатки материала. А здесь я вам показываю свой гипонихий. Если кто не знает, это часть ногтевого ложа, которая при отрастании ноготка тянется за его свободным краем. Вот у меня с последней коррекции за 2,5 недели примерно на 3 мм на некоторых ногтях гипонихий вытянулся. Выглядит он отвратительно. Это такая бахрамистая масса из полуживых клеток кожи, которая еще и пачкается со временем. И из-за него у меня не получается сделать себе короткий маникюр. Удалить его также полностью нельзя ни фрезой, ни кусачками, так как он очень чувствительный. Все-таки клетки живые. И они могут кровить, повреждаться. Поэтому каждый раз при коррекции я просто вот так вот его приподнимаю, отодвигаю аккуратненько, чтобы почистить фрезой ноготок изнутри и подровнять некоторые свои скрученные арочки. После работы фрезой я мягкой пилочкой шлифую ноготь, убираю какие-то неровности. Также можно это сделать с помощью бафиков. Подготавливаю ногтевую пластину для нанесения нового материала. Здесь я тестирую оба бафа, которые показывала вам в прошлых распаковках. Работают они одинаково. Дальше я алмазной фрезой с синей насечкой на 20 тысячах оборотов слегка чищу свой птеригий. Кутикула у меня почти не заросла с прошлого маникюра, поэтому совсем немного мне приходится работать фрезой. Работаю сначала на форварде, потом на реверсе в обратную сторону. Немного чищу боковые пазухи и удаляю спиртом пыль. Черновая подготовка завершена и мои ноготки готовы к новому наращиванию. И сначала я буду восстанавливать параллель спиленную на большом пальце правой руки. Беру форму бумажную и вырезаю ее до тех пор, пока у меня она ровно не станет прямо до точки в роста. Вот этот результат меня устраивает. форма готова. После этого, как обычно, наношу праймер, следом базу, просушиваю ее, устанавливаю форму и своим молочным замесом с таким нейтральным цветом, чтобы он мне в следующем моем наращивании не мешался, начинаю докладывать вот эту параллельку спиленную. Стараюсь сделать как можно тоньше под ложечку. И после просушивания я выпиливаю сразу, придаю форму своему свободному краю пилкой. наношу праймер бескислотный на все пальчики. следом базу. База у меня здесь жиденькая. Потом вытираю с нее липкость и буду тестировать full beauty номер два. Цвет у него белый, яркий, красивый, хороший цвет, но консистенция жидковата. Все-таки он не совсем подходит для выкладного френча. И увеличить длину, нарастить с помощью нижних форм бумажных, с этим гелем не получится. Обычно же я использую для выкладного френча гель от Рунейл белого цвета. Это строительный гель, крепкий. И можно сделать наращивание любой длины на нижние бумажные формы. Носится он хорошо, довольно крепкий. Его я уже нанесла полностью на свою правую руку. Цвет у него не такой экстремальный, как у full beauty. Скорее более молочный, более естественный такой белый. Ступенька получается, конечно, разная по высоте у этих двух гелей. Более низкая, плоская у full beauty и высокая такая заметная ступенька у рунейл. Также вытираю липкость с френча и наношу камуфляж. Тоже гель Рунейл, цвет чайная роза. Мне очень нравится его цвет, плотность. Естественный с ним получается цвет ногтевой пластины. Наносится очень легко. Возле кутикулы его можно положить тоненько, с незаметным переходом. Вот аккуратненько подвожу под границу френча. И выкладываю в высоту. Пальчики периодически переворачиваю, чтобы гель правильно распределился. Если где-то у меня что-то выползает за пределы, помогаю себе подравниваю апельсиновой палочкой. И сушу. Вот такую ложбинку, которая образовывается у меня на стыке двух гелей, я заливаю прозрачным от венолиса. Я знаю, что многие девочки делают такой френч с точностью до наоборот. Сначала наносят камуфляж с четкой гранью по линии улыбки, а потом стык в стык наносят белый гель. Но мне работать именно в такой технике более привычно, удобно и быстро. Гели, что у венолиса, что у Рунейл практически не пекут. Никаких болезненных ощущений в лампе за 30 секунд нет. На 15 секунде происходит легкое нагревание, но руку можно даже не доставать из лампы. На одном пальчике я буду делать дизайн, поэтому для него из своего молочного замеса делаю подложку. Этот замес мой сделан полностью из гелия венолиса. И вот так выглядят мои ногти перед опилом. Здоровые, толстые. Пилочкой на 100 грит я выполняю опил. И после опила я замечаю, что разница в цвете френча все-таки очень заметная. Поэтому я буду делать еще и прорисовку краской под топ. Все свои ноготочки изнутри я почистила тоненькой керамической иглой, желтой насечкой. Обезжириваю и показываю вам теперь, как выглядят изнутри мои ногти. Розовым опаловым гелем от Leoneil, номер вы видите, Fox 41, я немножечко еще тонирую свой безымянный ноготок, на котором собираюсь делать дизайн. Теперь наношу матовый топ, свой любимый от Beauty Luxe. И свободный край изнутри также запечатываю топом. И делаю стемпинг краской Beauty Luxe, краской без липкого слоя, номер 14, пластинкой STZ, номер 10. Убираю со штампика излишки краски. И отпечатываю на ноготок. Просушиваю краску одну минуту. И рисую еще белый треугольничек внутри этого значка. Та же самая краска, только белого цвета от Beauty Luxe, краска для стемпинга. И опять же после просушивания решила добавить объема и блеска этому значку. И промазываю вот таким вот каучуковым густым топом от Кани, топ без липкого слоя. Выполняю прорисовку френча той же самой краской от Beauty Luxe. Краска это для стемпинга. И позже я сделала вывод, что я совершила ошибку. Нужно было эту краску перед тем, как наносить топ, промазать праймером. Так как у нее нет липкого слоя, то топ на ней не держится. Он начинает отходить. На всех остальных пальчиках тоже прорисовываю. Конечно, когда я рисую правой рукой, у меня получается намного быстрее. Здесь я вам показываю, как я рисую френч левой рукой. На некоторых пальчиках приходилось мне по два или по три раза вытирать и заново все перерисовывать. В общем, весь мой сегодняшний маникюр с френчем занял у меня 9 часов. Вот это моя любимая поза упора край столешницы. Извиняюсь за свой звук. Запись делаю на телефон. Микрофоном еще не обзавелась, поэтому звук моего голоса как будто из колодца. И здесь я вам показываю уже готовый результат под топом. Топ по ткани тот же самый. Восстановила свою спиленную параллель. Вот такой результат 9-ти часовых трудов. А на этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем за просмотр и пока-пока.